как мы вчера шутили что василиса будет вредничать мы конечно это все в шутку но сегодня вот у нас на самом деле василиса вредничает она не хочет садик да васюш мама напрыскала духами еще и детей всех надушнила чтобы ароматно пахли так от меня также пахнет что не умывалась пасы не вымыл и до из углов вот так сейчас пойдемте васюш давай это мы действительно опоздаем с ними девайся мой зайчик ты же быстро умеешь деваться ой какое солнышко сегодня даже засвечивается снеж хочу кроватку не заправила давай быстренько пока вас одевается заправишь вообще молодец на умничка не жарко шапках то пока ходите его нет все давайте собираемся поехали вот я знаю это наша егор 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 вот такой у нас опять горящим сейчас кровь из пальца будет сдавать да егор а нам можно нельзя и снежок страшно на любит кровь из пальца сдавать да снежок жима за любое развлечение даже такое да мы уж готовы и морально готовились сам это главные паровозики как вы думаете мы у кабинета хулистов дети уже устали перекусили по бананам просто уже сдали снежок что там попаешься и что ты хочешь игрушку достаешь да некуда играть сейчас же пойдем в общем все получилось как и всегда согнали всех для того чтобы отработать деньги ну какой осмотр вот таким потоком я не знаю ну-ка посмотри на меня ты моя сладкая снежок красота моя все сейчас глазки пойдем проверять лялечку взяли в саду а я гормашинку я машинку 10.30 все мы вышли из последнего кабинета всех мы обошли в общем с половины восьмого мы тут тусовались развлекались сейчас карточки сдадим народу было очень много пойдемте деваться мама смотри я учусь вязать Егор ты зачем свет включил в комнате очень светло не надо свет включить мы все пришли из больницы я учусь вязать Егор тоже у нас хочет вязать представляете мама а ты научишь меня вязать ну если мама будет в состоянии научить то научу но из меня учитель я же не учитель Егор снежка переодевается что хочу сказать в этом году о диспансеризации как всегда согнали нас как стадо ходить по кабинетам в общем мы вот с половины восьмого и до половины Егор не мельчишь с половины восьмого и до половины одиннадцатого мы пробовали в поликлинике мы сдали анализы сдали анализ кровь у нас взяли сделали нам УЗИ сердца УЗИ внутренних органов стоматолога прошли невролога психиатра окулиста хирурга Егор я рассказываю о нашей диспансеризации подожди чуть-чуть кого мы еще прошли а Снежана еще обязана пройти гинеколога конечно их не осматривают маленьких детей ну со слов записывают нет ли каких жалоб ты еще маленькая да такого врача только взрослые проходят вот с одной стороны да необходимо конечно проверять деток но с другой стороны вот нужно тоже наверное на усмотрение родители что ли я даже не знаю как в этом плане подожди снежок поступать в каком плане вот смотрите есть опекуны бабушки которые опекают своих внуков есть такие бабушки которые добросовестные они на каждый чих на каждую сапельку на каждый там покашлял ребенок они тут же вот все это реагирует и в больницу ходят и все есть вот такие опекуны как мы например да конечно если ребенок начал просто так чихать мы сразу в больницу не побежим но если ему заболел ребенок мы и скорую вызываем и в больницу ходим ну все как с обычными детьми а есть еще опекуны бабушки которым уже в силу возраста трудно это все делать и они стараются тянуть до последнего вот таких дети в садик ходят вечно с кашлем вечно извините за выражение с соплями и заражают других детей вот это вот очень сильно напрягает вот наверное из-за таких и стараются сделать вот это вот это осмотр диспансеризацию ежегодную обязательно и именно все в один день чтобы это все прошло вот удобство здесь только для врачей то что они все вместе приехали и детей смотрели в один день для поликлиники это удобно для нас для опекунов и для детей это очень неудобно неудобно мы устали я устала дети устали я устала папа устал ну папа устал по другой причине папа работал а мы то устали слоняться из кабинета в кабинет вот если бы нам например дали вот эти все направления к врачам мы бы в удобное для нас время это все прошли ежегодно мы и так ходим у Егора например проблемы со зрением мы и так ходим но ходим мы конечно к платным потому что к ним проще попасть не надо очереди занимать у нас очень трудно к специалистам записаться в нашем городе вот что еще хочу сказать в этом году про диспансеризацию уже конкретно про нас я очень довольна своими детьми мне было за них не стыдно они так хорошо себя вели ну вообще за детей стыдно не должно быть потому что дети это непосредственность вот но ни один из них не сел в этом году на пол ни Снежка ни Егор ни один из них не скандалил так тихонечко скулили что они хотят кушать что они хотят домой но это все как у обычных деток безо всяких истерик без напряга в общем очень довольна я детками такие они молодцы да Егор давайте переодеваться скоро обедать будем Лера все своего зайца вяжет Лер я посмотрю твоего зайца я с камерой давай что у нас там получается вот тушка уже готова голова готова будут еще ручки из за это ушки и ручки да а ты меня научишь вязать а Егор все пристает ко всем чтобы его тоже научили вязать понял а вдруг из него получится дизайнер какой-то дизайнер Егор Сергеевич а Егор Сергеевич а что ты хочешь связать Егор Сергеевич я хочу связать зайчика зайчика как у Леры хочешь связать да понятно а ты меня научишь очень неудобно снимать в руках телефон держать у нас нет камеры у нас была камера старая она не цифровая со старыми кассетами мы на нее уже давно не снимаем вот мы заказали штатив под телефон когда будет штатив будет попроще да у меня телефон тоже старый и под мой телефон штативов нет в магазине и мы заказали на сайте на китайском в общем скоро придет и будем снимать полноценное кино да Лера вяжет зайку Лера вяжет зайку так вы там яблоки не доели пойдите доедайте свои яблоки ну вот такой денек вчера у нас Вася с прививкой ходила в поликлинику в ту же мы там потеряли несколько времени и сил а сегодня вот с Егором и Снежанкой бегали